Добрый день! В эфире очередной выпуск подкаста «Литературная гостиная». Напоминаю, что наша передача выходит при поддержке Петербургской книжной ярмарки ДК Менькропской. Ярмарка расположена по адресу проспекта Буховской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Елизаровска. Сегодняшний наш гость доктор наук, синолог, то бишь китаевед, переводчик, сценарист, лауреат Государственной премии Российской Федерации, один из старейших членов семинара Бориса Стругацкого, консультант-переводчиков великого еврокитайского гуманиста Хольма Ван Зайчика и просто замечательный фантаст Вячеслав Михайлович Рыбаков. Здравствуйте, Вячеслав! Рад видеть вас у нас на книжной ярмарке литературной гостиной. Ну, про дядь мне тоже очень приятно. Ну, наконец-то вы добрались до крупы. Давно ждали. Вячеслав Михайлович, первый вопрос, который, наверное, интересует многих читателей, в привычки ваших читателей, многих поклонников фантастики, многих поклонников четвертой волны, собственно говоря, о ваших новых книгах. Когда ждать следующую? Последний роман, насколько я помню, если не изменяет память, вышел в 2010 году. С тех пор осталось несколько статей и что дальше? Ну, мне трудно сказать, потому что творчество – процесс спонтанный, а недостаток времени хронический и всеусугубляющийся процесс не спонтанный, а подневольный. Понятно. И совместить вот эти две вещи, в общем, очень трудно. А как должны сложиться обстоятельства? Ну, например, вернется советская власть. Будут платить в институте нормальную зарплату, благодаря которой можно будет полгода поработать наукой, а полгода пописать роман. Варианты? Варианты? Нет. Вот. Значит, поэтому, чем… Несколько лет назад я уже придумал афоризм – чем меньше нам платят, тем больше мы работаем. Фактически, сейчас в Академии наук, в моем институте, сложилась ситуация, что я должен каждые три года выдавать научную монографию. И я вот уже сейчас выдаю третью. То есть, тройник вот уже, две штуки сделаны, третий вот сейчас вот на ходу. При этом вот сейчас я жду выхода книги публицистики. А где как? Она выходит малым тиражом в издательстве НЕВА, благодаря заботам наших городских властей, как в числе прочих, так сказать, писателей Питера, вдруг кинули чего-то такое, чтобы издать несколько книжек. Вот есть такой проект. Вот я со дня на день жду. По идее, они должны в декабре ее издать. Это и безгонорарное издательство, и я не представляю себе, как сложатся авторские, потому что это, по-моему, собственность издательства, и тираж Махусенький. Это такая вот как бы подачечка. И то она еще где-то там летит. Насколько я помню, у них стратегия такая. Это книжки, которые издаются в нетной продаже. Там 40% получает издательный автор, а остальное все уходит по библиотекам куда-то рассоснуть. Если оно идет по библиотекам, еще было бы совсем неплохо. Да, потому что мне, например, было сказано, что вот если у нас с распространением довольно плохо, поэтому если у вас кто-то есть заинтересованный, то мы были бы рады сотрудничеству. Но я пока никого заинтересованного не ищу, потому что не на что его натравить. Книги еще нет. Вот я когда ее увижу, тогда будет другая ситуация. Значит, вот получается так, что, видимо, я составился, и мне легче писать науку и даже публицистику, хотя вызывает публицистика гораздо больше нареканий, чем художественная литература, потому что что ни напиши, обязательно кто-то скажет, что красно-коричневые, а кто-то скажет, что лигараст. Обязательно с двух сторон найдутся. А науку, а вообще, ну, она как бы котируется высоко, там, среди трех с половиной человек, да, но об этом опять говорить здесь по поводу литературы бессмысленно, хотя я-то считаю, что я при этом и там делаю уникальное дело, пишу научные книги высокохудожественным, литературным, образным стилем, и их действительно читают гораздо шире, чем аналогичные сочинения иных моих коллег, потому что и через них продраться гораздо сложнее. Вот мои научные книги, судя по тому, даже по отзывам в сети читают, люди достаточно далекие от востоковедения так правильного, просто потому что интересно для прочистки ума. Я все-таки не теряю надежды когда-нибудь продолжить и сериал «Наши звезды» или что-нибудь иное написать, вот буквально в ближайшие месяцы должен быть у меня в Неве рассказ, совершенно новый, только что написанный летом, достаточно, на мой взгляд, не тридиальный и для Рыбакова в том числе даже. То есть никогда не говори никогда, вдруг что-то такое проявляется, вот я очередной тройник научный как бы сдам, и вдруг у меня как раз в этот момент вылезет мысль, потому что мысли-то иногда все-таки ходят. Даже конкретно по поводу того, что должно происходить в третьем томе наших звезд. А иногда и что-нибудь тоже. Ну, мешает то, что вот приходят мысли, думаешь, ну когда? И она так тихо, вернув хвостом, выползает обратно в норку. Теперь, что касается перекодирования научной литературы в научно-популярные. Я этим сам достаточно возможно и всегда в пределах и занимаюсь. Вот в той книге, о которой мы говорили, книги «Публицистики», там несколько статей, навеяны просто. Они писали, собственно говоря, параллельно некоторым главкам или подглавкам из первой и второй монографии. И там будет... Они выходили в них частично, я их расширил, немножко переработал, в журнале, я имею в виду. Ну, так сказать, книжка «Публицистики» состоит, опять-таки, я люблю триады, из трех тройников. Вот, востоковедный тройник состоит из тех статей «Зачем конфликцию родители? Зачем русскому родину? И зачем народу смысл?» Вот, половина этих текстов, она очень четко построена по наиболее теоретическим главам моей докторской диссертации, скажем так. Переводить в популярную форму иные куски этих книг, моих востоковедных, вряд ли возможно, во всяком случае написанных на данный момент, потому что там очень конкретный материал по структуре и генезису бюрократии средневековой. Там названия, там ранги, там... Это можно переворошить в небольшую статью, но она, как бы, сама по себе не представляет интереса для широкого читателя, в отличие, скажем, от тех идейных основ, обеспечивающих эффективность бюрократии, которые рассмотрены были в первой главе, и которую я вот таким образом уже, собственно говоря, перекодировал на широкого читателя. Ну, значит, ждем, когда этот сборник выйдет. Да, сами ждем. А тогда, может быть, вдруг возникнет пауза, вдруг я выйду на пенсию, осталось каких-то полтора года, и я уже не буду нуждаться в том, чтобы подкармливать себя постоянными грантами научными, под которые надо тоже что-то все время писать, а писать больше бумажек, чем в научной продукции, потому что отчетов о работе, проспектов работы, смет работы сейчас стало больше, чем самой работы в Академии наук тоже. Три-четыре года назад я этого еще совершенно не ощущал. Надо доказывать эффективность? Да, как у меня в статье написано, цитированность, повышайте сила лапы. Вот этим сейчас, вот с нами именно этим активно занимаются. Может быть, когда я выйду на пенсию, мне не понадобятся гранты, у меня снова, как при Савдепе, станет больше свободного времени, и тут-то я и разражусь совершенно новыми, и нового мудрого уровня произведения. К вопросу о триадах. В начале нулевых вы с Игорем Малиновым выступили консультантами переводчиков великого еврокитайского гуманиста Кольма Ван Зайки. Спасибо, что еще пробуете. Да, да, да. Эту формулировку я запомнил надолго. Ну вот, ситуация-то какая? Первая трилогия вышла, вторая трилогия вышла, третья трилогия, опа, вышел один роман. Второй, третий, есть ли вообще перспектива у этих продолжений? Значит, ну, начну опять с той же сакраментальной фразы «Никогда не говори никогда». Пару лет назад я даже почти придумал такие какие-то наметки второго сюжета из этой триады, которая была бы, ну, в общем, примерно так же отличалась бы от первых двух тройников, как и «Дело не погашено Луны». Хотя она не была бы столь серьезной, а может быть даже наоборот ернической, но уже отрыв был бы силен, по крайней мере, потому что там, ну, прошло лет пятнадцать, Богдан уже стал, скажем, из, ну, как скажем, по-простому, из прокурорского надзора, вылез на международную арену. Там фишка была в том, что из Ордущи начал утекать уран. И нужно было срочно выяснить, откуда он утекает. А утекал он, ну, ладно, не буду рассказывать, вдруг мы когда-нибудь и напишем. Да, пойдем с бесспойлерами. Дело в том, что, во-первых, во-первых, Игорь Александрович тоже стал гораздо более занятым. Он начальник отдела в кусткамере, он тоже защищал докторскую штыки ощетинившую, и тоже ее защитил. Второе, он очень успешно, надеюсь, не без применения опыта, полученного во время работы над переводами Ван Зайчика, поучаствовал в проекте «Этногенез», то есть своя поляна у него была, ну и, в общем, взаимодействовать нам вдвоем, как это было, скажем, десять лет назад, то есть не публиковавшийся Алимов и лауреат Государственной премии чем Советоприятия Рыбаков. И тогда-то это было, в общем, мы все равно по-товарищески все решали, несмотря на вот это, но сейчас это было бы еще сложнее. С другой стороны, вот дело непогашенной Луны для нас оказалось вещью такой достаточно сложной, потому что, ну все отметили, это бенефис Богдана. Даже вот в какой-то момент было трудно придумать Багу параллельную функцию какую-то, потому что мне очень хотелось, вот самым главным здесь было попробовать разобраться в феномене Сахарова-Бондар. Все остальное было пробовать. Богдан даже по сравнению с Мордыхаем провалился, потому что самое интересное там вот эта пара и ее жизненная коллизия. И как мне несколько раз, вот мы праздновали десятилетие рождения Ивана Зайчика, в сети даже есть фотографии, как Игорь мне несколько раз говорил, ну, ты такую планку задал, что дальше уже очень трудно на ней удержаться. А снижать неохота. Конечно, я понимаю, мне и самому западу. Вот, поэтому здесь, если вот какая-то опять-таки, если вдруг клевит жареный петух, вот понадобится ордусь для какого-то совершенно нового игрового, игрового розыгрыша, скажем так, игрового сюжета, то можно будет попробовать поговорить на эту тему. Сейчас, к сожалению, читатель уже в значительной степени ушел. Десять лет этой круговертии потребления в значительной степени убили нашего читателя. Я уже говорил о том, что вот в 2000 году фраза Богдана насчет того, что, конечно, я мог бы зарабатывать больше, но тогда у меня не будет времени уезжать за город и слушать, как тает снег, находила отклик в довольно многом количестве российских сердец. Сейчас процент такого рода сердец, я думаю, сократился раз в десять. Ну, это адресовано, по-моему, тому самому креативному классу, у которого примерно 16% населения. Я не знаю, креативный класс на Болотном кричит. Креативный класс на Болотном кричит, но далеко не видишь. 16% населения – это достаточно много. во всяком случае то, что на протяжении последних семи лет не было предложений по переизданию «Ван Зайчика», показывает, что эти 16% удовлетворены, а 16% следующего возраста либо еще не подоспели, либо не подоспели никогда, потому что они уже совершенно иначе к такого рода вещам относятся. Очень интересно смотреть, мне все говорят, не смотри ты отзывы на себя там нигде, но я не могу удержаться, и очень интересно смотреть, как меняются на протяжении лет отзывы людей, до которых вдруг доходит «Ван Зайчик» впервые. То есть процент того, что все говорят, ты детектив-то тупой, растет. И кроме этого там и нарастающий процент читателей ничего не видит. Тупой детектив, примитивные шутки типа и все. Если раньше читали, и я встречался с отзывами типа «Не получал такого удовольствия со времен первого прочтения понедельник начинается в субботу», то теперь такого не встретишь никогда, в принципе. Поэтому это, конечно, тоже уменьшает несколько авторский энтузиазм. Понятно. Вопрос как раз вот о изменении восприятия литературы. Сейчас многие отмечают, проблема с так называемой развлекательной функцией литературы вообще. То есть меньше интерес публики, меньше интерес публики именно к развлекательной функции литературы. То есть сейчас литературе в этом смысле приходится конкурировать с другими видами развлечения. Ну, с телевидением уже достаточно давно, но сейчас, собственно, большое количество каналов. По каждому каналу идет один, два, три, четыре сериала. Плюс к этому добавился интернет, плюс к этому добавились различные игры, плюс к этому добавились разнообразные гаджеты. То есть, собственно, развлекательная литература, она теряет читателя. Может ли в этой ситуации что-то выиграть фантастика? Дело в том, что у нас на последние, наверное, те самые десять лет, может быть даже пятнадцать, фантастика общими усилиями издателя, авторов и их последнюю очередь читателей превращалась в первую очередь в литературу развлекательную. То есть, действительно, там мало что остается, кроме развлечения. А сейчас ей приходится бороться с другими, более вот этими вот продвинутыми видами, более высокотехнологичными видами развлечения. Может быть, тут есть какие-то перспективы именно для возрождения фантастики интеллектуальной, содержащей что-то, кроме развлекательного элемента? Или это просто по дорогам никуда? Мне трудно сказать, потому что я не отслеживаю ни рынок, ни то, чем живут другие писатели, как вот они каждый на свой лад пытаются встретить этого нового монстра. Совершенно очевидно, что угнаться по развлекательности со стрелялками, например, даже самая примитивная книжка не может, потому что все равно ее надо читать. А тут надо просто нажимать клавишу и пулять, и тебе брызжет. Из книжки нужно иметь воображение и грамотность, чтобы до тебя забрызгало. А чтобы пулять ни того, ни другого не нужно. Воображение заменяет экран, а грамотность заменяет клавишем выстрела. Человек очень сильно меняется под влиянием того, чем он развлекается, грубо говоря. Даже самая примитивная советская фантастика воспитила совершенно другого человека, нежели самая продвинутая современная стрелялка. в том, что все равно он, во-первых, буковки складывал в голове, во-вторых, он лично не участвовал в истреблении, пусть даже нарисованных монстров. И вот об этом я тоже просто сам себя процитирую. На экране, в кого ты выстрелил, то ты плохой. То есть единственный хороший на весь мир – ты. Вот какой стереотип воспитывается. Самая примитивная, развлекательная фантастика, особенно та, на которой в моем поколении выросло, там примитива тоже хватало, читалось с трудом. Но она все равно была совершенно иначе построена. Ты стрелял в плохих не потому, что ты единственный хороший, а потому, что ты на стороне добра. И, следовательно, мир делился не на меня хорошего и всех остальных золочей, а на поединок большого добра и большого зла. И ты имел право на выстрел только в той степени, в какой ты защищал это большое добро. Это во-первых. Во-вторых, возможно ли вот это сейчас снова возродить на интеллектуальном уровне? Очень трудно вообще об этом говорить, потому что сейчас добро и зло стараниями той демократии, которую мы имеем, но и не только ее, а демократии вообще. Потому что не только у нас на стадионах кидают петарды, но вот давеча в мирной, по-моему, Голландии забили насмерть судью подростки за то, что он якобы неправильно рассудил матч. Было такое. То есть это вот, какое уж тут добро и зло. Эти люди вообще не будут читать книг, потому что это бессмысленно. И их уже не пристрастишь к этому. Потому что. Не пристрастишь. Потому что. Вот я вспоминаю «Трудно быть Богом». Или даже что угодно. Вот ты всегда олицетворял себя с неким правильным поведением. И мы понимали друг друга по цитатам каким-то отдельным, потому что наши представления о правильном поведении практически совпадали. Сейчас нет добра и зла. Есть мнение по их поводу. И массового отклика никакой вариант добра и никакой вариант зла не может вызвать просто потому, что представления о добре и зле раздробились. Фактически их ровно столько, сколько людей на свете. на мой взгляд происходит такой процесс. Может быть я несколько утрирую для понятности. Но. Процесс идет туда. В это самое дробление позиций. А следовательно, коль скоро позиция раздроблена, то и круг читателей ровно настолько же раздробливается для каждого варианта добра и зла, который может предложить автор. Поэтому приходится заменять привлечение читателя от своей жизненной позиции, не побоюсь этих слов, сильнодействующими средствами. А это опять что? Описание насилия, описание всяких сексов, особенно извращенных там, описание какой-нибудь чернухи, порнухи. Ну этот набор мы все прекрасно знаем. Ну, собственно, это восходит к древним, так сказать, цивилизациям. Это то, что правит миром. Любовь и смерть. Позвольте мне с этим не согласиться. Миром правит представление о желаемой жизни. Пока в мире существовали утопии, мир развивался. Вот сейчас очень популярно говорить, время утопий прошло, так оно прошло ровно потому, что у нас нет никакой позитивной программы. И куда бы мы ни ткнулись, мы в это упираемся. Не для чего что-либо делать. Мы не видим ничего кроме потребления. Больше в магазинах, больше свободного времени, шепчей внедорожник. Все. Что, помимо этого количественного наслаждания? У человечества нет программы. Ну осталось только программу изобрести, привнести. Потому что у человека есть время для самосовершенствования, у него есть возможности для самосовершенствования, у него есть книги для самосовершенствования, у него есть что угодно. Он может получить любую информацию. И люди, на мой взгляд, они даже не отдают себе отчетов в том, чего они сейчас лишены. Почему такой популярностью пользуются, извините меня, ваххабиты, идея всемирного джихада, ради халифата, от них кружится немало голов, потому что это альтернатива. Вот они эту косвую, дурную, мерзкую, злобную, человековиновичническую, кровавую альтернативу высказали, и она начинает засасывать в себя все больше и больше, потому что это, как ни крутите, это будущее. Это отличное от настоящего будущее. На данный момент никто, кроме них, елки-маталки, мы тут фантасты сидим, и кто угодно, и столько умных голов, в стратегические исследования, там институт такой, институт такой, представляю, как они кушают сладко, постоянно. Никто, кроме этих джихадистов, не предложил варианта будущего, отличного от настоящего. Вот в чем беда. Нету цели. Но есть возможность, нет цели. Ну вот цель, это даже какая-то... Помните, в ранних стругацких, если это осуществимо, то это просто производственная задача поймать белого кошелота. Это есть белый кошелот? Есть. Тогда это производственная задача. Мечта, это вот если бы его не было. Дело даже не в цели, дело в ориентиле. Он ориентир большой и завораживающий эмоционально, он никогда, в принципе, не может быть достигнут. Но продвижение к нему создает иные миры. И вот тут можно вспомнить, опять-таки, одну из моих любимых цитат, из столь любимых мною, и не только мною, братьев Стругацких. «Мы знаем, что эта задача не имеет решения, мы хотим знать, как ее решать», — говорил Кристофаль Хазович. Вот это сейчас насущнейшим образом стоит перед человечеством, даже не только перед нашей страной, перед человечеством в целом. Вопрос, собственно, к невеселому событию относится к кончине Бориса Анатольевича Стругацкого, которая всех нас, конечно, подкосила и, в общем, выбила из колеи. Собственно, после Бориса Анатольевича, помимо книг многочисленных, помимо статей, помимо его учеников, осталось такое достаточно заметное для петербургской культуры явление, как журнал «Полдень, 21 век». А как вы считаете, сейчас, в принципе, есть смысл в его дальнейшем существовании? Ну, к сожалению, решение таких вопросов от нас, смертных, не зависит. Вообще, то, что носило имя Бориса Анатольевича Стругацкого, журнал, премия АБС, семинар Стругацкого, по большому счету, без Стругацкого смысла не имеет. Это совершенно другого, если пытаться это продолжать, нужно придумать совершенно другое. Не семинар, а дискуссионный клуб, в который собираются там 15 человек, знающие друг друга, но в котором нет последнего авторитетного мнения. Премия Стругацкого, ну, премия сейчас литературных сколько угодно уже, но в этой была изюминка, самому Стругацкому понравилась. В эту изюминку премия как грязи. Журнал, может быть, единственное, что имело бы смысл пытаться в том или ином виде сохранить, это именно журнал, потому что на данный момент это единственный журнал фантастики в нашей стране, и это единственная печатная площадка, где можно публиковать рассказы, новервы, небольшие повести. Больше нет, все пишут романы и сериалы, потому что денег хотят. И это можно понять, кушать всех хочет, а воровать писателям, в общем, негде. И нефть у них не бьет, из-под пишущей машины, из-под кухни. Нефть у них бьет, я с такими работаю. Ну, это значит им и писать не обязательно. Стругацкий им дала ночь. Это да. Поэтому хотелось бы надеяться, что каким-то образом кто-то зачем-то вспомнит о том, что не хлебом единым, и заменит вокруг света по поводу учреждения и финансирования журнала. Но, честно говоря, в сказки я давно не верю. Печально. Опять же, к вопросу о переулке. Вы участвуете в журении, так сказать, конкурса некого, который проводят сейчас несколько организаций, в том числе журнал «Наука и жили». Правильно я говорю? Да. А в чем цель этого конкурса и, собственно, что он собой представляет? Почему вы в это ввязались при своей хватке времени? Да. Это была авантюра. Пока я о ней не жалею. Потому что мне вот эти уставные документы положения о конкурсе произвело такое впечатление. Когда я почитал фразу с фэнтези не соваться, я сразу понял, что тут что-то человеческое может проклюнуться. Проклюнуться или нет, не знаю. Но у ребят более благого начинания я себе представить не могу. Потому что, может быть, это послужит первой робкой, не вполне удачной попыткой снова сделать фантастику литературой, которая не губит мысль, а ее будит. Я уверен, что фантастика 50-60-х годов при всех ее литературных слабостях создала нам такую культурную атмосферу среду, что в значительнейшей степени благодаря ей наша страна в течение двух поколений, воспитанных этой фантастикой, не имея никаких объективных тому предпосылок, могла быть одним из мощнейших лидеров мирового научного прогресса. Просто потому, что людей с детства заманили в творческий процесс. Показали им, как это интересно, как это здорово, как это увлекательно, как это эмоционально насыщенно и как это, в общем, уважаемо. Вот сколько я понял, сейчас был в Москве на предварительном заседании жюри и оргкомитета, насколько я понял, у тех, кто затеял это от фирмы ИБС, идея очень простая и очень благородная. За счет читателей устроить мозговой штурм. За счет писателей устроить мозговой штурм. Мы с этой электроникой 80-80, мы все про нее знаем, мы знаем, как она будет развиваться через три года, через пять лет, но мы совершенно не можем представить себе следующую ступень. И никто не может. Вот эта сингулярность, которую они объявили лозунгом конкурса, я ее как гуманитарий тоже представить себе не могу. И в качестве члена жюри я скорее буду следить за общегуманитарной составляющей тех произведений, которые мне перешлют, как профильтрованные через предварительную ситок. Но я очень надеюсь, что гуманитарная составляющая гуманитарной, но вот вдруг кто-то ухитрится написать о новых научных открытиях так, что людям захочется их делать. А для того, чтобы написать так, чтобы захотелось, нужно и в науке соображать, и еще ухитрится написать литературно хорошо, чтобы это увлекало. Вот тут вот совершенно две этих ипостаси литературы должны сойтись воедино. Чего, скажем, современная развлекательная и литфийская литература фэнтези, они совершенно не требуют. При всех их достоинствах, потому что я в свое время тоже читал, когда, скажем, болел, что-нибудь такое. Я даже один Дарстолкин прочитал. Но вот это вот вдруг, вдруг, не нас, мы уже отравлены. Я уже вообще гуманитарий. Я ничего не понимаю, даже когда мне пытаются втолковать насчет, что там на коллайдере происходит. Слова, товарищ капитан. Базон Хиггс совсем. Базон Хиггса. Все. Но вдруг кого-то, кому сейчас 15, 17, 13, удастся снова в это заманить. Может быть, опять, как и в эти годы, мы его заманим, он с большим удовольствием получит образование, станет талантом и тут же свалит. Может быть. Но это уже зависит не от литературы. Ну что, остается пожелать, чтобы литература сделала все, что от нее зависит, чтобы люди оставались здесь, чтобы они трудились, так сказать, там, где родился, там и пригодился. Спасибо, Вячеслав. Надеюсь, что мы еще увидимся. Не за что. Спасибо. Всего доброго. С нами сегодня был писатель Вячеслав Михайлович Рыбаков. Напоминаю, что наш подкаст выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК Менькрупской. Ярмарк расположен по адресу проспекта Буховская оборона, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровская. Приходите, ждем. До встречи в следующей передаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарок.